Субтитры создавал DimaTorzok До недавних пор Киево-Печерский собор даже, можно сказать, составлял ядро сонма подвижников Киева. Но за последние 30 лет состоялось много канонизаций, во-первых, новомучеников и исповедников XX века, во-вторых, целого ряда подвижников, чтимых, но ранее непрославленных, таких, которые подвязались в XVIII, XIX и первой половине XX века. Таким образом, статистика изменилась, но мы говорим об этом лишь для того, чтобы объяснить, что собор Киево-Печерских святых заслуживает отдельного разговора. Киево-Печерскую лавру принято считать колыбелью древнерусского монашества. До нее монастыри на Руси существовали, но основывались они несколько иначе, нежели лавры. Князь строил каменный православный храм, поселял при нем иноков из Византии, и эти иноки совершали регулярное богослужение, а также занимались переводами, переписыванием книг, обучением детей знать. Лавра была основана как пустынный загородный монастырь, и основана была русичей. Она была основана тогда, когда уже прошло более 60 лет после крещения Руси. К югу от Киева лежало село Берестово, в котором находилась загородная княжеская резиденция. Именно в этой резиденции в свое время почил святой апостольный князь Владимир. Там же часто любил бывать и его сын Ярослав Мудрый. При Ярославе в Берестовском княжеском тереме был домовой храм, в котором служил священник Иларион, аскетичный и ученый. Вероятно, желая скрыть приватные свои молитвы, Иларион выкопал в лесу, возле Берестова, одинокую пещеру, в которую по временам приходил для таких тайных молитв. Когда в 1051 году Иларион стал при протекции Ярослава Мудрого митрополитом Киевским и всей Руси, то после этого вскоре в пещере поселился непосредственный основатель Киево-Печерской лавры, преподобный Антоний Печерский. Преподобному Антонию у нас посвящена отдельная лекция. Сейчас же мы кратко напомним, что Антоний был русич по происхождению, но монажество он принял на Святой горе Афон во время путешествия на Ближний Восток, скорее всего, в Палестину. Возможно, Антоний бы и остался на Святой горе, но его духовник однажды благословил его вернуться на родину, предсказав, что через Антонию появятся новые иноки на Руси. Антоний, придя в Киев, не стал жить в княжеских монастырях, но зато поселился в Ларионовой пещере. Подобная пещера есть и на Афоне. Общаясь с простыми людьми, для которых монашество все еще было непонятным, как не очень понятным было и то, почему в те времена монашество составляло авангард всей церковной организации, Вот в таких простых беседах Антоний своим образом жизни и общаясь с окрестными жителями на понятном славянском языке сумел ответить на вопрос о цели и миссии монашества. В Антонии появились ученики, и из них сформировалась пещерная монашеская община. Община чуть не была закрыта, потому что разразился скандал из-за пострига двух придворных князя Изяслава Ярославича. Однако конфликт был улажен. После него Антоний выкопал себе отдельную пещеру, а формальным главой и гуменом настоятелем общины назначил одного из новопостриженных бывших княжеских придворных. Этот преподобный Верлаам хорошо справился со своей ролью, но вскоре князей его перевели в другой монастырь, а общину возглавил ученик преподобного Антония Феодосий, который уже имел большой аскетический опыт еще в своей мирской юности. Именно при Феодосии в 1062 году, через 11 лет после основания лавы, община переселилась на поверхность. Пещеры были обращены вместо подвига самых лишь отдельных иноков и в общую усыпальницу для братьев. В Печерском монастыре преподобный Феодосий ввел строгий общежительный устав. При Феодосии количество братьев увеличилось с 20 до 100 человек. При монастыре был основан дом милосердия для бедных, одиноких, увечных людей. Феодосий увещевал князей во время междуусобиц, писал духовное поучение. Одевался он, как игумен, крайне скромный. Его нельзя было отличить как настоятеля среди остальной братьев. И в этой связи характерен один случай. Как-то в Печерский монастырь пришла женщина-мирянка, которую неправедно притеснял судья. Она искала настоятеля и, увидев Феодосия, приняла его за обычного монаха и стала расспрашивать, как найти игумена, не подозревая, с кем же она говорит на самом деле. «Зачем он тебе спросил, Феодосия? Он человек грешен». На что женщина ответила, «Я не знаю, грешен ли он, но знаю, что многих выручал из беды». И рассказала Феодосию про свою беду. Феодосия, выслушав ее, предложила ей идти домой, пообещав, что он передаст ее дело игуму. Сам же направился к суде и пристыдил его, после чего дело было улажено. Перечить Феодосию, когда он вступался за попранную правду, могли бы отважиться лишь немногие люди в то время. Очень велико было уважение к Феодосию, его духовности, его мудрости, его подвигам, его скромности. Это был пример отеческой заботы о братьях, это был пример молитвы, это был предел чувства такта, рассудительности, это был пример трудолюбия. Есть еще один эпизод, когда к Феодосию приходит ответственный за монастырское хозяйство и говорит, благослови, чтобы кто-то наколол дров или наносил воды, я свободен, и я пойду, отвечал игумен, и первый баллся за работу, подавая пример остальной братьям. Антоний и Феодосий почили друг за другом, соответственно, в 1073 и 1074 годах. Первый глубоким старцем, второй человеком средних лет, Феодосий был тяжело простужен перед кончиной. Перед тем, как перейти в мир иной, они оба успели заложить первый монастырский каменный храм, Успенский собор или Великую Печерскую церковь, как ее именует лаврская традиция. Этот собор был построен к северу от обеих пещер и первичной наземной деревянной монастырской усадьбы над самой изначальной монастырской пещерой. Антоний был похоронен в той пещере, которая оказалась ближе к собору, она была выкопана второй и впоследствии стала называться Ближней пещерой. Самая первая монастырская пещера, где по 17 лет почивали мощи преподобного Феодосия, стала называться со временем Даней или Феодосией. В 1091 году мощи преподобного Феодосия торжественно перенесли в Успенский собор, так как Феодосий считался основателем наземной лавры. В 1240 году, во время нашествия на Киев монгольской орды, мощи преподобного Феодосия либо при осаде лавры успели спрятать и больше никогда из-под спуда их не поднимали, либо они, к сожалению, были утеряны. После кончины основателей лавры произошел постепенный отход братьев от строгого общежительного устава, введенного преподобным Феодосией. Однако, несмотря на это, и впоследствии среди лаврских братьев можно было встретить удивительные примеры подвига. Историк Георгий Федотов, известный исследователь древнерусской святости, писал о том, что к преподобным Антонио и Феодосию, а за ними к двум монашеским традициям Ближнего Востока, соответственно, египетско-сирийской и палестинско-студийской, студийской, то есть связанной со студийским уставом в монастыре в Константинополь, восходит две традиции. Одна героически-аскетическая, в лаврском случае пещерная в первую очередь, и другая традиция – это такой тип подвига наземно-смиренно-послушного и социально-корритативного, то есть раскрытого внешнему социуму. Эти типы святости не всегда в лаврской истории четко различались, они могли встречаться в лице одного какого-либо подвижника, но, тем не менее, существовали две такие тенденции. В чем различие этих традиций? Палестинцы не застали первых времен героического монашества Египта и Сирии, но, изучив древний опыт, они его очистили от крайности. Антони основал подземную лавру, хотя и был достаточно широко открыт внешним людям, но Феодосий установил более тесную взаимосвязь с внешним миром. Например, вы уже говорили, он основал дом милосердия. Он очень многим помогал тем, что выслушивал и давал добрый совет. Он выходил сам во внешний мир, чтобы заступиться за неправильно притесняемых людей. Тот же Георгий Феодотов хорошо отметил, что в восприятии Феодосия милостыня из внешнего мира поддерживает Печерский монастырь и вообще монастырь, как монашеское общение, до тех пор, пока в самом монастыре излучается живая святость. И сам монастырь, в свою очередь, может уделить из того, чем живет, миру внешним. Преподобный Феодосий был готов просящему и перешедшему извне отдать что-то из последних монастырских запасов. Твердая вера, что в следующий день монастырь не останется без материальной поддержки. И так или иначе, но в силу его веры и молитв, эта помощь появлялась вовремя. Самым ярким представителем, помимо Антония, героика аскетической пещерной традиции, в лавской истории может считаться преподобный Марк Пещерный Кропокопатель, который копал могилы в пещерах для усопшей братья. И, если верить лаврскому преданию, по его молитве мог повременить с кончиной уже практически усопший инок. Тело уже похороненного инока могло передвинуться с места, чтобы уступить могилу другому из братьев и так далее. Самым ярким представителем же наземно-смиренно-послушной традиции подвижничества в лавре может считаться преподобный иконописец Олимпий. Он жил в наземном монастыре, смиренно нес свое послушание, писал иконы и раздавал милостыни, а также имел дар исцелений. Почему лавра быстро завоевала авторитет? Она очень во многом помогала внешнему, воцерковляющемуся древнерусскому миру усвоить примеры христианских добродетелей. В первую очередь мы могли бы сказать о милостыне, ведь ею занимался не только преподобный Феодосий и не только иконописец Олимпий. Например, преподобный Прохор Лебедник из трав, похожих на лебеду, делал простые хлебы и раздавал бедным людям. Особенно тогда, когда из-за княжеских междуусобиц в Киеве было меньше хлеба, а купцы некоторые спекулятивно поднимали цены. Второй момент, мы о нем уже упомянули, это духовное наставничество. Многие преподобные Печерские выслушивали приходящих к ним мирских жителей, поддерживали их, помогали добрым и мудрым советам. Велик также вклад преподобных Печерских в общую культурную историю. Вспомним хотя бы отдельно взятого преподобного Нестора Летописца, который был Печерским иноком. Он был ученый-книжник, и именно он из всего собора Киево-Печерских святых стал для внешнего мира в целом олицетворением Киево-Печерской лавы. Так, изображение преподобного Нестора Летописца входит в герб Печерского района города Киева, того района, в котором расположена Киево-Печерская лава. Мы должны также отметить, что хотя подавляющее большинство святых Киево-Печерских это, естественно, преподобные, то есть святые монахи, однако, если говорить о видах подвига, то среди Печерских святых можно встретить монахов, но при этом мучеников, при этом страстотерпцев, юродивых рестораний, а также святителей, так как некоторые из Печеря, будучи иноками, потом были хератонисаны на епископские кафедры и потрудились как святители. Имеет также смысл привести несколько дополнительных, конкретных примеров среди Печерских подвижников. Например, существовала такая категория подвижников, как затворники. Это те, которые не просто жили в пещере, но замуровывали себя в пещерной келье на месяц или годы, получая через маленькую скважину, куда можно было едва просунуть руку, просфору и немного питья, воды раз в несколько дней или в сутки. Опыт затворничества был разным. Например, у преподобного Исааки, самого знаменитого из лаврских затворников, и у преподобного Никиты в затворе случались падения. Так, преподобный Исаакий, пробыв около семи лет в затворе, если только в данном случае речь не идет о символическом, в числе семь, как символе полноты, он удостоился видения, как ему казалось. На самом деле это было демоническое нападение. Демоны приняли облик спасителя и ангелов, и довели Исаакия до потери сознания. Ошибка Исаакия заключалась в том, что он подумал, что достоин подобного видения, и откликнулся на обращенный к нему голос, не подумав, что на самом деле здесь могла притаиться гордыня. Около двух лет Исаакий лежал парализованный, его удалось вылечить, и после этого подвигом юродства он преодолевал в себе последствия вот этих печальных для него событий. Он стал великим подвижником лавры, а в конце жизни снова стал пещерным затворником. Иной опыт затворничества, но тоже опасный, был у преподобного Никиты, которого отговаривали от затвора, так как он был еще юным. Но в затворе он возомнил себя уже достигшим совершенства, стал заниматься книжностью. Однако были в его советах к людям, приходивших к нему, некоторые странности, по которым братья и поняла, что речь идет не о мудрости, а об обычном превещении. Тогда Никита был выведен из затвора, и после усиленных за него молитв братья, он осознал, что подвергся духовному самооблашению. Впоследствии он тоже взошел на высоты святости через усиленный подвиг и стал епископом главного города Релика. Есть и два других примера затворничества. Это преподобный Лаврентий и преподобный Афанасий, у которых затвор был без такого рода, как у Исаакия и Никиты, искушением. Самым суровым из затворников лавры был преподобный Иоанн Многострадальный, который желал преодолеть в себе похотливые чувства. И поэтому, кроме того, что он находился в затворе, он еще выкопал для себя яму, в которую периодически спускался и стоял в ней подолгу по пояс. Если говорить о мучениках среди преподобных Киев-Пчерских, то это, в первую очередь, преподобные Евстратий и Кукши. Евстратий попал в половецкий плен в 1096 году, был продан в рабство одному крымскому иудею, который в нарушении законов Византийской империи, находясь в византийских владениях в Крыму, распял и встратил за то, что тот отказывался ему подчиняться. Преподобный же Кукша был, судя по всему, родом из племени Вятичи, которая проживала на территории современной Калужской области Российской Федерации. В какой-то момент Кукша отправился к своим бывшим единоплеменникам, чтобы проповедовать православную веру среди них, так как многие жители периферии Древней Руси все еще пребывали в язычестве, но был убит местными язычниками. Как мы уже сказали, были среди лаврской братья и страстотерпцы, таков, например, преподобный Григорий Чудотворец, молитва которого останавливала вторгшихся на территорию лавры грабителей. Преподобный Григорий, однажды выходя за водой на Днепр, увидел воинов, дружинников князя Ростислава, который готовился к битве с половцами. Воины стали насмехаться над Григорием, так как тогда из-за языческих предрассудков встретить монаха считалось дурной приметой. Григорий ответил воину, что вместо насмешек они бы должны усиленно помолиться, так как им предстоит битва, в которой, к сожалению, князь потерпит поражение, и многие воины погибнут. Князь Ростислав обиделся на такое пророчество, а так как битва должна была состояться на реке, и самому князю была предсказана гибель в воде, князь, сказав, что он хорошо умеет плавать, велел воинам связать Григорию и утопить. Пророчество преподобного Григория сбылось. Князь Ростислав в день битвы погиб, а его брат Владимир Мономах, который побывал в Печерском монастыре и попросил у братья молитвое благословение, остался живым. Еще один пример страстотерпничества – это преподобные Василий и Федор, духовное попротивление. Одному из них Федору однажды довелось обнаружить в Ламских пещерах таинственный клад, который, согласно преданию, спрятали когда-то в аряге. Быть может, речь идет о арягах, которые служили в Берестовской дружине у князя. Не все понятно с происхождением этого клада, но Федор чуть не прелстился этим богатством и чуть не покинул монастырь. Однако его вовремя остановил преподобный Василий. И позже сын киевского князя Святополка Михаила, юный Мстислав, запытал обоих иноков до смерти, пытаясь узнать, где они спрятали это сокровище. Не поверив им, что сокровище они спрятали с единственной целью, не присвоить его себе, а даже забыть о нем и не предавать иноческих обетов. До момента пытки Василия Федора, от времени, когда клад был спрятан, прошло достаточно много лет, и преподобные действительно забыли, где же он лежит. Очень ко многим преподобным Печерским люди обращались за помощью, чтобы быть исцеленными от болезни. И преподобные вымаривали таких приходящих людей. Да, исцелений был и у преподобного Антония, и у преподобного иконописца Алипия, и у преподобного Бимена Многоболезненного, преподобного Демиана, одного из самых ярких учеников преподобного Феодосия. Но самым знаменитым из лаврских лекарей был преподобный Агапет, прозванный Безмездным, так как он, вымаливая людям исцеление, категорически отказывался принимать какое-либо денежное вознаграждение. Преподобного Агапета называют древнерусским гипархом. Сведения о преподобных Киево-Печерских мы черпаем главным образом из книги, известной как Киево-Печерский Патерик. Патерик в переводе с греческого значит «отечник», книга святых отцов, наставников в монашестве. Патерики объединяли в себе жизнеописание самых известных подвижников, авторитетов монашеского делания и их наставления. На Руси первые Патерики были переводными с языков христианского Востока. Но первый древнерусский Патерик и такой Патерик, который стал по всей Руси читаемым, распространяемым и популярным, был именно Киево-Печерский. Писали его по частям. Сначала это было несколько разных книг, разных авторов. Лишь в послемонгольскую эпоху, в XIV-XV веках, произведения, составляющие Патерик, образовали единый сборник. Что это за произведения? Это некоторые отрывки из древнерусских летописей с рассказами об основании лавры. Дело в том, что самая знаменитая из летописей, повесть временных лет, редактировалась отчасти книжниками Киево-Печерский лавр. Это также пространное и подробное житие преподобного Феодосия, составленное преподобным министром и летописцем на стыке XI-XII веков. И это несколько произведений начала XIII века. Повесть о создании Успенского лаврского собора, написанная Владимира Суздальским епископом Симоном, бывшим постриженником лавры. Письмо того же Симона к его лаврскому духовному сыну, иноку Поликарпу и письмо самого Поликарпа к своему настоятелю архимандриту Окиндину. В письме к Поликарпу Симон упрекал своего адресата в гордыне и в назидании ему написал рассказы о тех подвижниках лавры, которые жили давно и у которых сохранилось богатое предание, или которых Симону удалось видеть самому. Впечатленный посланием Симона, Поликарп составил свой сборник рассказов и формально адресовал его настоятелю. Среди пещерских святых есть не только такие, жизнь которых подробно описана в Патерике, есть и те, о которых мы знаем только благодаря картам лаврских ближних и дальних пещер 17-18 веков. Есть святые погребения, которых отмечены на этих картах, иногда имена сопровождаются прозвищем, схимник, молчаливый, затворник, трудолюбивый и так далее. Но нет житийных сведений. Однако то, что этих людей сама лаврская братья запомнила и отметила место упокоения их мощей в пещерах, говорит о том, что для современников, знавших этих людей, был несомненен их подвиг святости и то, что они достойны памяти и почитания. Еще одна важная деталь. Сегодня существует два Киева-Печерских Патерика. То есть это одна и та же книга, но в двух редакциях. Редакции Патерика было гораздо больше, чем две. Но мы пользуемся сегодня либо рукописной редакцией, той, которая сформирована в 15 веке, либо той, которая была сформирована в 1661 году с учетом традиций украинского барокко, литературных традиций. В 1661 году была издана первая печатная церковно-славянская редакция Патерика, и в связи с этим изданием текст и был переработан. В церковном обиходе чаще приходится встречать именно вот эту позднюю редакцию. В академических изданиях чаще мы имеем дело с версией рукописной, так как она ближе к самим описываемым событиям. В современный церковный Патерик входит также особый раздел о святых, похороненных в дальних пещерах. В свое время над могилами некоторых святых, скорее всего, это было в конце XVII века, были начертаны эпитафии. Эти эпитафии были скопированы в рукописную тетрадь, и в 1850 году на эту тетрадь обратили пристальное внимание историки Лавры, и она была издана отдельной брошюрой. А потом ее текст был включен в состав печатного Патерика, переработанного в XVII веке. Печерский собор имеет еще две особенности, о которых нужно упомянуть. С одной стороны, Печерский собор больше, чем мы видим в традиционной его иконографии. Основная классическая икона Печерского собора появилась в середине XVIII века. Но это икона-путеводитель. На ней святые изображены двумя сонгами. Сонг тех, кто почивает в ближних пещерах во главе с преподобным Актомием, и сонг тех, кто почивает в дальних пещерах во главе с преподобным Феодусимом. Видна даже некоторая асимметрия этих двух сонгов, так как в ближних пещерах почивает святых больше. Пещеры ближние ближе к Успенскому собору, и сто лет назад паломники, направляясь в Лару, сначала шли в Успенский собор, и только потом спускались к пещерам. И ближние пещеры оказывались на пути первыми. Поэтому туда были перенесены мощи в основном героев материка. Те же, кто почивает в дальних пещерах, в основном святые безжитийные, о которых мы не имеем подробного предания. Но дело в том, что ведь есть и такие пещерские святые, которые жили после главной канонизации входящих в собор. И есть такие, которые почили вдали от Лары, на других послушаниях, в других местах подвига. Поэтому если на территории Лары, в первую очередь в пещерах, почивают более 125 святых, то в целом можно сказать, что пещерских святых от времен основания Лары и до наших дней около двухсот. Еще одна особенность собора в том, что на его иконах изображено несколько миряй неманых. С чем это связано? Либо с тем, что мощи некоторых миряй святых были перенесены в разное время и при разных обстоятельствах в Лавру для лучшей сохранности, и паломники воспринимали этих святых уже в одном сонной с остальной пещерской святой братьей. Либо это те святые, которые сугубо почитались в Киеве, а Печерский собор в сопротивленное время был ядром вообще среди почитаемых киевских святых. Так, например, на иконе Печерского собора в центре изображаются между Антонием и Феодосием святой Равнагустом и Владимиром, его сыновья Борис и Грин. В завершении надо сказать о том, как произошла канонизация собора Печерских святых. Первый был канонизирован на уровне всей Древнерусской Церкви, преподобный Феодосий Печерский. Именно в силу того, что он максимально раскрыл общение Печерского монастыря навстречу к внешнему миру. Эта канонизация состоялась в 1108 году. Несколько позднее, года точно мы не знаем, был общий церковно-прославный преподобный Антоний. Хотя местное монастырское почитание двух преподобных началось сразу после их кончения. Постепенно выделились и те преподобные, которых сугубо почитала Печерская братья в монастыре, а потом переписывание Патерека стало формой распространения их почитаний по всем древнерусским землям. Некоторые святые Печерские, святители, которые прославились подвигом епископского служения, были канонизированы в своих кафедральных городах. Это Нифрот Новгородский, Никита Новгородский, Леонтий и Исаия Ростовский в Ростове-Великом. Позже, в 1643 году, уже при Киевском митрополитете Петре Могили, была составлена общая служба Собору всех святых Печерских и всех святых Малой Руси, где основное число заняли именно Печерские святыли. В конце XVII века было составлено неизвестным автором, а, возможно, это был именно святитель Дмитрий Ростовский, были составлены еще две службы. Святым, почивающим в ближних Лаврских пещерах и святым, почивающим в дальних Лаврских пещерах. Собственно, так и совершилась канонизация. В наши дни происходят отдельные канонизации тех Печерских подвижников, которые жили уже в более близкое к нам время. На сегодняшний день ближайший к нам из Печерских святых это исповедник Кукша Одесский, который долгое время прожил в Лавре, но почил в Одессе в 1964 году. Готово.